Этот Кубок Мира Шамиль Балачиев встречал в ранге одного из фаворитов турнира. И свои амбиции наш спортсмен стал доказывать с первой же схватки, уложив на туши меньше, чем за минуту, соперника из Узбекистана. Не доставил особых хлопот Шамилю и следующий оппонент. Спортсмен из Туркменистана хоть и старался, но этого оказалось мало для победы. А вот в полуфинале Шамилю Балачиеву пришлось изрядно попотеть. Его оппонент из Казахстана в начале схватки действовал умелый, даже был близок к победе. Я с ним уже пару раз боролся до этого. Очень хороший соперник был. Я проигрывал, короче, и в конце собрался, выиграл, короче. Да, нормально пришлось за выход в финал порубиться. Физически был сильнее, чем я. Любил это. Я собрался техникой, забрал, короче, схватку, выиграл. В финале Балачиев встретился с еще одним нашим земляком Назимом Бастановым, который, правда, на этом турнире представлял Абхазию. Инициативу сразу захватил Балачиев, который повел 3-0. Соперник попытался отыграться, но нарвался на еще один прием, благодаря которому наш спортсмен оформил чистую победу. Этот триумф хоть и был ожидаем, но все равно особенно порадовал тренера борца. И опыт имеет приличную, и характер у него хороший, сильный, принципиально он может бороться, если выкладывается на 100%. Основное это то, что он всегда выкладывается на 100%. После победного турнира Шамиль Балачиев получил возможность отдохнуть и восстановиться, но уже буквально через несколько дней вновь пришел в зал, поддерживать форму и заодно передавать свой опыт подрастающему поколению. Для юных воспитанников местной секции борьбы Шамиль Балачиев еще один живой пример для подражания. Финальную схватку нашего тренера Балачиева Шамиля Альбековича мы смотрели в эфире. Мы за него очень радовались и думали, что он победит, и он победил. Мы потом пришли на тренировку и рассказали всем, и радовались, и тренировались с удвоенной силой. С такими тренерами, с такими богатыми традициями местные мальчишки имеют все шансы повторить успех своих старших товарищей. Единственное, что доставляет неудобства, так это маленький зал для тренировок, который к тому же давно не видел ремонта. Ну и эта проблема решается буквально по соседству. Идет строительство нового и вместительного физкультурно-здоровительного комплекса, который после открытий станет новым домом для будущих чемпионов. Эрнест Чуков, Мурат Кемрюга, Вархиз, 24.